Я вас рада приветствовать на своем канале Астролог Света. Если вы еще не подписаны на другие мои социальные сети, обязательно подписывайтесь под этим видео, есть ссылочки. И это прогноз для знака Зодиака Близнецы на февраль 24 года. Сразу хочу сказать, про что у вас этот месяц в нескольких словах, и потом пойдем в детали. Первое, очень много у вас энергии, связанной с поездками, переездами, эмиграцией, какими-то дальними путешествиями. Все, что связано с образованием, какие-то важные решения на тему недвижимости и дома придут. И вторая половина месяца – шикарное время для трудоустройства, для того, чтобы просить о повышении в работе, для открытия своего бизнеса. И погнали, теперь в деталях поговорим о вашем прогнозе. Первое, на протяжении всего месяца Юпитер и Уран будут находиться в вашем 12-м доме. И такое интересное положение. С одной стороны, Юпитер в 12-м доме, он расширяет всю тему эмиграции. То есть, если реально вы куда-то собирались уезжать, то в этом месяце вы также активно будете заниматься этими вопросами. Юпитер в 12-м доме – это про все, что связано с верой, с религией, с философией. И для вас это может быть месяц, когда вы максимально погрузитесь в свой внутренний мир, в изучение, может быть, какой-то религии, может быть, вы будете читать Писание. Вообще, это месяц, когда вокруг вас может быть много тайны, много каких-то недосказанных, недоговоренных ситуаций. И также Юпитер – это то, где мы можем встретить учителя. Вы можете встретить учителя, который первое, или он будет другой веры, или этот человек будет издалека, который будет очень сильно от вас отличаться, или этот человек будет такой максимально духовный. Но и так как здесь находится планета Уран, я могу предположить, что у кого-то могут быть какие-то такие резкие озарения, как будто бы или сон может присниться, или вот какая-то мысль может прийти, вот как будто бы какие-то инсайты могут приходить, и они как будто бы приходят из ниоткуда, вот из чего-то такого, что нельзя потрогать руками. И 5 февраля Меркурий попадает в ваш 9-й дом. Он там пробудет с 5-го по 23-е. И здесь вообще увеличивается вся тема. Во-первых, поездок, много может быть поездок, разговоров телефонных, кому-то звоните, с кем-то переписывайтесь, куда-то собираетесь поехать. Также это может быть большая вовлеченность в образование. Если вы чему-то обучаетесь, то здесь захочется больше прочитать, узнать, спросить. Если, например, вы нигде не обучаетесь, это классное время для того, чтобы расширить свой кругозор, почитать книгу, куда-то съездить, узнать как-то больше, как бывает по-другому. Также 9-й дом, он у нас отвечает за статус, за элиту. И здесь может быть первое или знакомство с каким-то человеком статусным, элитным. И Меркурий – это та персона, которая или младше вас по возрасту, или такая маложавая какая-то. Потому что Меркурий – это вообще единственная планета, у которой нет пола. Мы не определяем по полу, но мы определяем ее по возрасту. То есть Меркурий – это молодая планета. И здесь может быть вообще очень много разговоров с людьми какими-то вышестоящими, которые не напрямую могут быть вашими руководителями, например, в работе, а люди просто, которые занимают какую-то должность, и у вас с ней может быть много разговоров. Также 9-й дом отвечает у нас за суды. И здесь вы можете, может быть, или подавать документы на кого-то в суд, или просто ходить в судебные станции, разбираться. Но вообще тема суда, она такая очень активная у вас на протяжении всего месяца. 10 февраля пройдет полнолуние также в вашем 9-м доме. Чем еще больше расширяет энергию, связанную с поездками, с переездами, с эмиграцией, то здесь новолуние – это всегда про что-то новое. И у вас может прийти такое вот озарение, и вы щелчком каким-то вот прям можете понять, так, или хочу куда-то поехать, или хочу чему-то обучиться, или опять-таки же это новый судебный процесс, потому что новолуние – это всегда начало. Но оно у вас идет в квадрате на 12-й дом. И здесь я могу сказать, когда вы будете, если вы будете отправляться в путешествие, обучаться чему-то, обращаться в суд, обращайте внимание на подводные камни. 12-й дом – это подводные камни, это недоговоренное что-то. И здесь может быть, что вы ситуацию как будто бы до конца не знаете, она как будто бы до конца не прояснена, и как будто бы есть подводные камни, которые могут потом всплыть. Поэтому обязательно в этих вопросах смотрите, или может быть кто-то помешать вам осознанно может, может быть какие-то враги есть, или просто какие-то ситуации, которых вы сейчас не видите, которые скрыты от вас. С 14 февраля и до конца месяца Марс попадает в ваш 9-й дом. И хочу обратить внимание именно на 14 февраля. Этот день настолько максимально сильный, агрессивный даже где-то, он настолько наполнен сильной энергией, что в этот день, с одной стороны, можно с кем-то очень сильно поругаться, причем для вас конкретно это могут быть люди какие-то статусные, или родственники супруги супруга, люди какие-то, которые занимают какое-то положение, и у вас с ними может быть прямо скандал. Причем вы знаете, как эта энергия, опять-таки же, какую сторону энергии этой вы возьмете, это только ваш выбор. С одной стороны, это может быть скандал вплоть до драки, вообще бесят, просто сил нет. А с другой стороны, это очень большая такая концентрированная энергия, такая большая сила, причем прям физическая. И вы в этот день можете достичь какого-то очень большого глобального результата путем применения своей физической силы. Но здесь важно не скатиться в скандал, а именно эту энергию использовать как ресурс для достижения цели. Вообще, начиная с 14 февраля и до конца месяца, тема поезда к обучению судов, она у вас уже начинает приобретать марсианский характер. Марс – это я вам всем докажу путем грубой силы. Я не буду церемониться. Это прям, это планета, которая отвечает за проявление как силы, так и агрессии. И поэтому здесь вы можете начать уже перегибать палку в этих сферах. С одной стороны, здесь очень большой запас энергии, но главное, чтобы вы не перегнули палку в сторону агрессии, скандалов и ссор. 17 февраля Венера подтягивается в ваш девятый дом, пробудет там до конца месяца. Венера – это планета, которая у нас отвечает за финансы, поэтому у вас могут начать приходить финансы от иностранных компаний, от иностранных партнеров, от людей издалека, от людей, которые от вас каким-то образом отличаются, или вы вообще можете начать как-то работать за границей и зарабатывать с этого. Венера у нас планета, которая отвечает за влюбленности, и здесь могут быть влюбленности в людей издалека, иностранцев, которые от вас отличаются. Тем более я хочу выделить 17 февраля, энергетически очень сильный день, это могут быть и резкие какие-то влюбленности, и прям вот накатило, влюбилось в кого-то очень сильно. Также этот день, он настолько пропитан сексуальной энергией, на этот день классно устраивать свидания, встречи, также здесь может быть про деньги, Венера у нас планета, она и за любовь, и за деньги отвечает. То есть здесь с одной стороны можно в этот день планировать все, что связано со свиданиями, а с другой стороны все, что связано с большими прям финансами, с большими, то есть в этот день реально можно заработать большие деньги, но только если вы будете рисковать, не будете сдержаться за старое, ну и будет, знаете, какая-то такая долька авантюры. Венера, попадая в девятый дом, она облагораживает все темы, связанные с девятым домом, то есть путешествия, поездки, образования, судебные процессы, там где находится Венера, там у нас получается, это планета благодетель. Поэтому с 17 числа, как Венера попадает в ваш девятый дом, все эти сферы, они станут более благостными, как-то будет, даже если ситуация, например, и не идет, потом хоп в конце и получилось, то есть Венера, она в любом случае будет помогать. 19 февраля солнышко попадает в ваш десятый дом, пробудет там до конца месяца и здесь уже активируется тема достижения каких-то результатов и вам намного проще будет достигать каких-то крупных поставленных целей. Это классный период устраиваться на работу, открывать новый бизнес, подавать какие-то серьезные документы делать, выходить замуж, разводиться, получать какие-то важные документы или от государства, или вот по себе какие-то важные документы, или документы, связанные с вашим статусом. Причем 23 марта и Меркурий подтягивается в ваш десятый дом и тема, и до конца месяца там пробудет, и тема документации, связанной с вашим статусом, здесь еще больше станет актуально. И здесь вообще про то, что в этот период классно как раз подавать документы в госинстанции, в какие-то, знаете, может быть это не госинстанции, может быть это, например, руководству подавать документы. То есть подавать документы или в государственные какие-то инстанции, или людям вышестоящим вашему руководству, ну или может быть это не руководство, а какие-то другие люди, но вышестоящие. 22 февраля Марс и Венера делают соединение в вашем девятом доме. Соединение тоже максимально сексуальное. Здесь вообще две гендерные планеты Марс и Венера, они соединяются. И для кого-то это может быть вот как искра. В одним моментом это может быть любовь с первого взгляда и скорее всего тогда это будет в иностранцев какого-то или иностранков, человека издалека, человека другой культуры или какого-то человека такого статусного, верующего, религиозного или философа может быть. Но с другой стороны могу сказать, что эта энергия она носит недолговечный характер, поэтому если вы кого-то влюбились в этот день, лучше еще проверить ваши отношения, потому что эти планеты это реально искра. Это не про любовь на всю жизнь, про то, что мы будем взрослеть вместе в этих отношениях, это про то, что мне сейчас этот человек очень сильно понравился. И причем этот аспект он может работать 21, 22, 23 февраля. 24 февраля полнолуние в вашем четвертом доме. И здесь я могу сказать, полнолуние это решение. Всегда четвертый дом это как раз таки могут быть для кого-то решение вопросов с эмиграцией, решение вопросов с переездом, решение с вопросом, где я буду жить, где я корни свои вообще кину. Это может быть, если вы подыскивали недвижимость, найдете вы ее или для снимать, или для покупки, вообще абсолютно без разницы. Здесь решается какой-то вопрос, связанный с местом вашего пребывания, с местом, где вы живете. Для вас очень хорошая полнолуние. С 25 по 27 февраля, такие немножко своеобразные для вас дни, Меркурий и Венера делают квадрат в ваш 12 дом с 9, и здесь могут возникнуть проблемы. Первое, судебными инстанциями как раз таки могут начать вылазить, вот если вас где-то кто-то обманул, вот эти ситуации, они могут вылазить к концу месяца. И вот 25-27 число, вы здесь наконец-таки можете понять, кто же вас обманывал, или кто строил вам козни, или что-то за скрытый враг такой, которого вы не знаете. Но это время, я вам точно не рекомендую подавать документы в суд, не совсем благоприятная энергия. Здесь наоборот, классно решать, что если вас уже до этого где-то или обманули, или недосказали, ну вот что-то, какая-то тайна там осталась в отношениях. В этот период как раз таки эта тайна, она может всплыть, и вы поймете наконец-таки в чем дело. И это был прогноз для близнецов на февраль 2024 года. Подписывайтесь на мои аккаунты Астролог Света и будьте всегда в курсе всех астрологических событий. Продолжение следует...